Здравствуйте, меня зовут Любовь. Сегодня я вам покажу самые простейшие этапы техники декупаж. Мы будем декорировать вот такую тарелочку. В итоге у нас здесь получится маки. Мы нанесем немного кракелюров. Сейчас я расскажу, какие нужны будут нам для этого материалы. Но получится что-то вот в этом роде. То есть рисунок и рамочка, но на тарелочке. Нам нужны будут для этого салфетки. Нам нужен будет грунт, акриловая краска. Несколько тонов красного, чтобы подходили к нашей салфетке. Клей ПВА. С помощью него мы будем делать специальный клей для декупажа. Нам нужен будет кракелюрный лак. Кисточки специальные для декупажа. И для нанесения грунта. Перчатки и губочки. И вот я, получается, беру щетину. Не важно, в какую сторону. Нам просто нужно покрыть белую поверхность красной краской. Это будет нижний слой для кракелюров. То есть это наши трещины будут красным цветом. Максимально ровным слоем и желательно без луж. Тогда он у нас будет хорошо сохнуть. А криво нужно где-то 15 минут, чтобы хорошо приняться и высохнуть. Наша тарелка высохла, красный слой. Сейчас мне нужно нанести кракелюрный лак. Его можно наносить кисточкой любой, абсолютно щетиной, искусственной, любого размера. Мне для работы его сейчас нужно нанести просто пальцем. То есть такое возможно. Я просто выливаю в некоторых местах. И там, где я желаю, чтобы получились трещины, я этот лак просто пальчиком вот так размазываю по тарелке. Это не вредно? Нет, это не вредно. Совершенно это все отмывается. Теперь толщина слоя кракелюрного лака. Тоньше ложите, меньше трещины получается. И получаются как рассыпанные такие маленькие трещинки. Толще ложите, они получаются прям такие широкие. Когда мы наведем теплый воздух на них, они будут еще расширяться. То есть вы уже как-то рассчитываете, где вы хотите. Просто маленькие трещинки, такие аккуратные. Нигде пожирнее хотите, здесь тоже уже можете регулировать этот процесс. Сейчас кракелюрный лак, он должен постоять и как бы впитаться. Минут 15-20. Как вы проверяете? Вы просто подносите пальчик, он не должен быть жидкий с лужами. Пальчик должен прилипнуть и оставить маленький след. Значит, можно пользоваться дальше. Вот такая липочка, то есть уже не лужи, а просто прилипает наш пальчик. Так, и теперь мне нужно нанести верхний слой. Он будет белый. И он же послужит как бы нашим грунтом. На него хорошо лягут салфеточки. Потому что салфетки, они любят белый цвет вообще, чтобы быть такими яркими, вот как на бумаге. Так, теперь я хочу, чтобы получились разные трещины. Где-то они рассыпались и прям показать, а где-то они пошли вот же полосами. И от того, как я буду сушить и какой вот слой толщины я нанесу, такая будет разница от того даже, какие поползут у нас вот такие полоски. Как бы краску я буду ложить одну и ту же. Это белый акрил. Но какую-то часть я положу губками, губкой, а какую-то я положу кистью. Так, когда мы ложим кракелю, старайтесь на одном и том же месте дважды не водить. Раз провели, потом еще раз макнули, провели. Те места, которые впоследствии нам как бы не понравятся, потому что в работе, вручной, такое бывает, какие-то огрехи. Мы с помощью пасты задекорируем. Вот пошли трещинки уже. То есть наш красный тон, наш нижний, он будет служить трещинками. А белый будет помогать нам сделать как бы нашу салфеточку видной. Я наведу теплый воздух феном, и наши трещины станут еще больше. Вероятнее всего, проявится еще здесь. И вот я как кисточкой проводила, получается, вот как кисть моя шла, так и получается. Если здесь я делала вот такие, здесь их прям видно. То есть каждый раз экспериментируя, можно уже, ну как бы для себя определить, какие вот длины трещин вам нравятся, и так уже научиться выкладывать их. Теперь нам нужно, чтобы белая краска, вот эта верхняя, высохла. И мы сможем накладывать уже наши салфетки. Можно оставить на время, то есть час. Вы можете заниматься другой какой-то работой. Сто процентно она будет сухая. Вот такая тарелочка у нас получилась. Мы получились у нас трещины. Теперь нам нужно ее задекорировать. То есть сейчас мы приступаем конкретно к декупажу. Мы берем нашу салфетку, раскладываем ее. В данном случае, как бы, это вот такие шикарные маки. Я очень люблю маки и люблю тему лета. И хочу ее максимально сохранить. Теплую красную тему такую. Сейчас я буду просто вырывать свои маки из салфетки. Многие вырезают ножницами. Я предпочитаю вырывать, как бы, салфетка позволяет это сделать. Прям салфетку контролируем. Потому что она очень мягкая, живет своей жизнью, может порвать весь мотив. Бережно, вот, миллиметр за миллиметром. Можно оторвать и потом только добавить, допустим, переклеить наш стебель. Ну, вот, чем хороши маки, их можно рвать прям вот по рисунку. Как бы, они в природе имеют такой вид. Ну, еще может быть один большой и где-нибудь раз, два, три, четыре, пять. Вот такая вот композиция. И сейчас по этапам, цветочек за цветочком, мы начнем приклеивать клеем. Я рекомендую, когда вы начинаете работать именно с салфеткой, брать максимально маленький участок. То есть, если вы считаете, что рисунок для вас большой, разделите его на мелкие кусочки. Ну, вот такой вот, допустим, кусочек. И приклеивать. И как пазлы, просто собирайте. Чтобы приготовить клей, мы берем клей ПВА и смешиваем с водой один к одному. Ну, конечно, мы это будем делать на глаз. Мы берем нашу кисточку и мешаем. И должен получиться эффект белого молочка. То есть, если ваш раствор серый, значит много воды. Если он густоватый, то есть, вот не жиденький, значит много клея. Вам нужен вот такой легкий раствор белого молочка. Вот. Вот этот мы убираем. Вот этот красочный нам нужен. Очень тоненький. Мы прикладываем его к тарелке. Придерживаем. И от центра к краю мы начинаем его вот так приклеивать. Сглаживаем наши пузырики. Наши трещины, они начинают вылазить. Когда салфетка подсохнет, она еще светлее станет. И вот этот темный нижний слой трещинки, они будут еще ярче как бы проявлены. Ваш рисунок будет тоже потрескавшись. Вот на данном этапе она получилась у нас вот такая. Уже красивая, то есть, уже что-то образовалось. Мне нужно, чтобы она посохла где-то час. Салфетка подсохла. То есть, мы можем прям проверить и ладошкой провести по ней. Вот. Абсолютно сухая она. На вид это уже нарисованный рисунок. Но есть места, они обычно появляются вследствие именно кракелюра. неровности. Вот здесь вот, допустим. Которые, ну, я бы хотела задекорировать. Сделать более работу аккуратной. Для этого я возьму пасту для реставрации икон. Ее как бы можно приобрести в канцелярском магазине для художников. Вот. Она имеет разные оттенки, но я сюда хочу взять именно золото. Темного золота такого. Такую пастаобразную она имеет вот, фактуру. Ее можно прям брать на пальчик, размазывать. И те места, которые вот мне не нравятся, их как бы декорировать. То есть, я добавлю сюда, как бы, еще и чуть-чуть золота. Я сделаю работу еще более теплой. Мы берем лак на водной основе. Так как все красками, которыми пользовались, и клей ПВА мы разводили водичкой, все это было на водной основе, нам он подходит. Я беру глянцевый. Можно взять полуглянцевый, матовый. Это уже в зависимости вот от пожеланий. Я беру кисточку максимально широкую, потому что, как бы, след от лака, он виден. То есть, след вот этого мазка кисти. И провожу. Для декоративной работы, которая будет стоять у вас дома, с которой вы будете просто стирать пыль, достаточно одного слоя лака. Если это декупаж на мебели, то есть, то, что уже будет хорошо мыться, может быть, какими-то синтетическими средствами, это около 8 слоев. Каждый должен просохнуть по 8 часов. Прошли сутки, как бы, наша тарелка подсохла, лак. Мы ее оформили, уже поставили на подставочку. Она у нас выполняет роль декоративной тарелки. Нежелательно наливать в нее горячее, как бы, кушать из нее. Можно выкладывать какие-то сухие печеньки, конфетки. Но вообще рекомендую держать именно как декоративную вещь на самом видном месте, потому что это ваша личная авторская работа. Хочу поделиться, что в технике декупаж можно декорировать не только предметы быта и, как бы, вставлять их в интерьер, сувениры, но и нашу мебель. То есть, нашу старую привычную мебель, которая стала нам скучна, но в силу финансовых каких-то вопросов мы не можем ее поменять физически. Мы будем использовать прям декупаж и менять ее внешний вид. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова